Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ подошло время программы «Объективное интервью». Борис Петрович Каинов, мой сегодняшний гость, директор Нижегородского государственного академического театра драмы. Здравствуйте! Добрый день! Да, поводов к встрече накопилось много, но, пожалуй, ключевой. А в минувшую среду в нашем театре драмы был аншлаг. И аншлаг был не от того, что на сцене шел премьерный спектакль. Это был бенефис театра. 220 лет, 220 сезонов. Огромное количество народу желали поздравить, быть причастными к этому празднику. С чем, на ваш взгляд, театр пришел к этой очень серьезной дате? Ну, я думаю, что оценку действительно нам поставит зритель. И на этом вечере, юбилейном вечере, как нам сказали, что это все-таки не юбилей, но мы отметили как день рождения нашего театра, и действительно это все случилось. И те, как бы, итоги, которые у нас действительно достигнуты на данном этапе, они были озвучены теми спектаклями, которые прошли буквально, вот, допустим, если период брать, 15 лет моего руководства во главе театра. И до этого были очень удачные у нас работы. Я думаю, что театр вот последние 20 лет на каком-то творческом подъеме, это действительно так. А складывается это из-за того, что действительно вот создана такая труппа на все времена, на которую можно надеть любой материал. И у нас уже вот в планах, хоть Саркисов буквально недавно выпустил очередную нашу премьеру, мы в декабре сыграли «Бесплодное усилие любви», но уезжая из Нижнего, он мне сказал, осень, я забиваю, и мы ставим три сестры Чехова. То есть у меня, говорит, полностью все раскладывается по исполнителям, и оригинальное решение я, говорит, уже придумал. Так что это уже будет 221 сезон. Наша съемочная группа в этот день также побывала в театре. И давайте посмотрим сюжет глазами корреспондента новостей. Они сочиняли, репетировали, брали что-то старое, уже испробованное, выдумывали новое, и все это, чтобы отпраздновать свой день рождения. Театру драмы имени Горького 220 лет. В 1798 году князь Николай Григорьевич Шаховской, переехав на постоянное жительство в Нижний Новгород, открыл публичный театр. Его крепостные актеры сыграли первый спектакль по комедии фан-визина «Выбор гувернера». Сейчас это один из старейших и известнейших театров России. Мы очень много ездим на фестивали, на гастроли, и те спектакли, которые мы выпускаем, я думаю, что они достойны. Вот буквально сегодня мне сразу два приглашения пришли на май месяц уже, привезти спектакль на дне в Москву. Буквально через неделю мы уезжаем в Ярославль на фестиваль Виктора Розова. Это тоже дает оценку нашего труда. Театр – это не только актеры, это большой единый творческий коллектив. Здесь работают представители разных профессий – гримеры, костюмеры, билетеры, осветители и монтировщики. Этот номер посвящен им. Нам не ведом покои монтировщик, тот же артист. Мы пропитаны потом, пепелью пулись. Бибислас в этом трудном бою. Бибислас. Здесь собрались руководители драм-театра. Николай Григорьевич Шаховской – основатель. Иван Семенович Распутин, давший вольную крепостным. Федор Константинович Смольков на его сцене впервые зазвучала опера. Бибислас. Каждый из них утверждает, что именно в его время был золотой век театра. Актеры труппы предугадали пожелания зрителей. Праздник у всей городской театральной общественности. 220 лет нашему любимому театру. Театр, который проводит нас через все дороги самых новых премьер, самых лучших представлений. И я надеюсь, что нам сегодня покажут, как он начинался с деревянного театра князя Шаховского и потом с Бугровского дома. Но больше всего мы, конечно, любим вот этот дом. Для самих актеров театр значит гораздо больше, чем просто работа. Для них это семья. Это и дом, это и семья, это и моя любимая профессия, это мои любимые коллеги, мои любимые педагоги. Муж мой, ребенок мой, да все здесь. У меня то же самое. Наверное, в первую очередь семья. Вторая очередь работа, коллеги. Не описать одним словом, это все, это жизнь. 220 лет бывает один раз в жизни. Да, значимо для нас и для нас большое счастье, что мы попали и работаем именно в этот период. В этот период, что мы все вместе, всем коллективом. И что мы в историю этого театра. Макеты, декорации, программы спектаклей, памятные даты. Здесь чтут традиции. На празднике открылась выставка, на которой можно проследить всю богатейшую историю становления театра. Любопытно иногда, но у нас нет возможности разговаривать с теми, кто уже ушел. Но вот Николай Григорьевич Шаховской, который открыл этот самый первый публичный театр в Нижнем в 1798 году. Любопытно, вы наверняка считали, что там был за репертуар, на что делалась ставка. Ведь вечная проблема театра, да как и всех сфер, это деньги. И грань между классикой и кассой всегда очень непросто соблюдать. Идти на поводу у кассы нельзя. А тащить зрителя к себе рискуешь без аншлагов давать. Ну, во-первых, князь Шаховской, когда у него был этот придворный театр, да, и переехав из Ордатова в Нижний Новгород, он же ставил пьесы современников. Ему проще было. Еще не было тогда классиков Горького, Чехова. Это было чуть позже. И репертуар был очень значительный. Не уступает ни московским, ни петербургским театрам. Об этом писали в журналах театральных и вообще в обзорной прессе. Вот смотришь ее, да, театр Нижегородский один из лучших театров. Не уступает московским театрам. И действительно репертуар очень тщательно отбирался. Тем более у князя Шаховского ведь было труп 96 человек. Он содержал вот такую крепостную труппу, где были оперная труппа и драматическая. Ну, о чем мы с вами уже говорили, что театр ведь не сразу был именно драматический. Абсолютно нет, нет, нет. Это действительно было так. И один из последних антрепренеров уже вот буквально перед советским периодом крепостным актерам дал вольную. И они постепенно начали разбегаться. Кто куда, кто в Ярославль, кто в Москву. То есть по тем городам и весям, где им не было возможности представить свое искусство. Мне нередко бывает оказался кузницей кадров. И так или иначе огромное количество теперь уже российских театров начинались с нижегородских актеров. Да, Рыбаков, Шеславский. Там очень много актеров действительно, которые вышли вот из крепостной труппы и показывали себя по всем весам российским театрам. Мне кажется, это действительно такая кузница. И у нас, слава богу, сейчас вот тоже труппа очень сильная. Многие критики, приезжие режиссеры, которые впервые видят труппу, они это отмечают. Вот недавно мы, премьер у нас приезжал, смотрел в январе месяце шекспоровед Алексей Барташевич. Он сказал спасибо вам за спектакль. Это дорогого стоит, потому что он за свою жизнь отсмотрел. Да, отсмотрел спектаклей по Шекспиру очень много. И он действительно сказал, я, говорит, обсуждение у нас было встречи с ним после спектакля. И он сказал, я, говорит, сейчас не готов обсуждать, потому что я под диким впечатлением финала этого спектакля. Хотя фактически ведь не бывает такого почти никогда, чтобы профессионал смотрел как обычный зритель. И вот чтобы его впечатлить, чтобы он перестал, так сказать, вот отщелкивать в голове, тут момент, тут момент, тут момент. Да, 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 разговор, конечно, был о той пьесе. Она одна из первых пьес с Шекспиром написана. И она фактически, вот мы посчитали, мониторинг провели. В нашем театре она по счету с 1500 какого-то года 13-я постановка. То есть, видать, нам число 13 все-таки благосклонно к нам. Вот, поэтому очень высокую оценку он поставил тоже и труппе, актерам, которые играли. А в этом спектакле большая часть труппы занята и молодежь, которая пришла к нам в театр. Я говорю, что вот раскладывается все. Хоть Шекспир, хоть Островский. Классика у нас, конечно, во главе угла. Вечная разница между интересами большинства зрителей, вот так называемого кассового зрителя, и профессионалами. Поездка в Ярославль, фестиваль. Вы везете старшую сестру. Вот, что касается российского фестивального движения. Такого я не имею в виду какие-то разовые акции, которые не заканчиваются ничем. А вот уже зарекомендовавшие себя, большие, куда вы приглашаетесь постоянно, участие в которых считается очень весомым и престижным для театра. В основном, какая направленность, по вашему ощущению? И не застыли ли они чуть-чуть вот в прошлом периоде? Ну, вот я почти ежедневно, приходя на работу, открываю интернет. И когда мониторишь все-таки своих коллег, и большая часть театров все-таки возвращается к тем драматургам. Они актуальны сейчас. Они не забыты. Потому что там действительно слог написания материала, выстраивание тех человеческих отношений, которые сейчас, к сожалению, утеряны. А этого хочется. И зритель этого хочет. Это потребность уже стала. Значит, не утеряны. Абсолютно. Зритель это, вот я говорю, наш спектакль, старшая сестра, да? Фильм был прекрасный, здоровенный. Но, тем не менее, люди выходят, и у многих глаза на мокром месте. Значит, что-то это дает, значит, что-то это в человеке будоражит, открывает какие-то поры, которые у нас сейчас закрылись, к сожалению. Во главе угла сейчас другие интересы. А потому что защищаются люди. Абсолютно, я согласен с этим. А здесь они приходят, они раскрепощаются. Они получают ту дозу, которая должна действительно получить, и они открываются, они раскрываются совершенно по-другому. Тот же спектакль «Бесплодный усилий любви» — это тоже же о любви. Только другим жанром это сказано. И зритель, который вот шесть спектаклей у нас прошло после премьеры, он просто, ну, раз спектакль принимается. Взять «Брачный договор» Кишона, да? Все, люди уже со слезами к финалу. Готовы пуститься в этот пляс с ними вместе. Но переживания. И я даже вот, сидя в кабинете, у меня аж трансляция, и звуки, и видеоряд есть, да? И к финальным сценам, тех сценах, где действительно отношение мужчины и женщины, мужа и жены, все равно подкатывает горлышко что-то. Вот раз и пережмет, раз и пережмет, значит, это есть. И мы стараемся это сохранить. Это действительно русский психологический театр. И мы стараемся его сохранить, потому что он нужен нашему зрителю. Потому что на одном развлечении... Абсолютно. Это развлечение, о чем говорю? Я уже несколько раз об этом повторял. Те спектакли, которые пользуются вот именно кассовым успехом, мы их создаем и держим в репертуаре для того, чтобы поддержать создание других хороших спектаклей классического репертуара. Семейный бюджет. Абсолютно. Опять же готовится премьера и опять отношение, опять психология Токарева, которые в свое время зачитывались. В театрах она вообще не ставилась, инсценировки у нее и фильмов. Я как раз и удивилась выбору пьесы. Да, но это предложение тоже было режиссера Аллы Решетниковой. Она приехала, говорит, Борис Петрович, выпуская спектакль, вот у меня мысль такая, я как бы один кусочек сделал в учебном театре у себя. На ура, просто на разрыв аорты, говорит, он идет. Попробуем. Попробуем, давайте. А тем более, действительно, современник. Я созванивался с Викторией, разговаривали, мы с ней договорились на эту инсценировку. Алла сама сделала шикарную инсценировку и опять-таки вся труппа занята. И опять это на молодежь сделан спектакль. А когда играет молодежь, я думаю, что и тому зрителю, который приходит в наш театр, это тоже интересно. Хотя мы не оставляем в стороне и более старшее поколение. Но мне, кстати, вот кажется, что именно в вашем театре, а такое ведь бывает не всегда, молодежи очень комфортно, нет ощущения, знаете, вот это, ну, я употреблю слово дедовщина, там, может быть, субординация, как угодно, кастовость. Видно, что они смотрят на своих маститых коллег не только с уважением, но и с искренней, совершенно преданной любовью и пользуются взаимностью. И наши актеры, вот, ну, как брать, среднее поколение, которые были самые маленькие, вот, когда мы отмечали 200 лет в 96-м году, театру юбилей отмечали, они уже были 30-летние. Сейчас они уже действительно ведущие мастера сцены. И отдать должное им, что действительно они принимают в коллектив тех молодых актеров, которые пришли. И молодые актеры чувствуют вот эту какую-то отцовскую заботу. Особенно вот я знаю, что Сергей Блохин, он с ним любит возиться, с актерами, с актрисами молодыми, которыми, если даже в спектакле не занят, он иногда приходит на репетицию и обсуждает и с режиссером. Потом помогает человеку, исполнительную роль, как-то раскрыться, освободиться. Они же приходят зажатые. Вот к нам пришли наши студенты, уже вот третий год, работают два мальчика, Сацков и Мамаев. Они пришли просто зажатые после училища. Я их понимаю прекрасно. Прийти на сцену такого театра, где работают твои педагоги. Ну, фактически, щеночка. Да, да, да. И поэтому это был такой зажим. И я уже просто с режиссером говорил. Я говорю, вы постарайтесь вот там поменьше замечаний делать при актерах. Просто вот после репетиции вызовите, посидите, поговорите. То есть вы, так говоря, отогрели? Абсолютно. И сейчас они заняты во всех капустниках. После премьер мы же устраиваем, как бы отмечаем премьеру. И они участвуют в шикарные капустники. У нас вот Паша Ушаков, он такая пружина заводная в этом плане. Сейчас вот они подготовили и юбилейный вечер наш с Блохиным и вели его. И те шутки, приколы, которые они устраивали, это просто вот... Хочу спросить о гастролях, которые предполагаются не завтра и не послезавтра, но тем не менее вот их вес и статус не оставляют мне возможности промолчать. В апреле вы едете в Питер, в театр Буф. Это все-таки площадка со зрителем непростым, со зрителем искушенным, со зрителем избалованным. Что вы им везете? И, соответственно, обмены ли это гастроли? Они как бы не коммерческие. Мы просто везем действительно свой классический репертуар. Из последних пример, скорее всего, войдет в репертуар «Брачный договор». Потому что мы когда общались с руководством театра Буф, на площадке которого мы будем играть, у них музыкальный театр. Мы посмотрели несколько спектаклей. И действительно, вот где-то даже мы внутренне перекликаемся по тем манерам игры, по тем манерам и по той атмосфере, которая в театре существует. Я думаю, это как раз и подтолкнуло на то, чтобы... Вот тут как раз капустники, так сказать, и пробивают атмосферу. Абсолютно, абсолютно. Они прекрасны, нам поздравления прислали, видеоряд большущий. Не только наш актеров поздравляют, а весь коллектив и, в первую очередь, зрителей. У них тоже идут спектакли при полных аншлагах. И я думаю, что вот... Это гастроли обменные? Это обменные будут, да. Они тоже что-то привезут. Они к нам приедут в Нижний Новгород тоже со своим репертуаром. Прекрасная работа. Вот мы видели четыре спектакля. Вот я просто в восторге был от увиденного. Ну, во-первых, у них еще и оборудование сценическое. Здание недавно выстроено. То, о чем мы с вами говорили. Абсолютно. Это в первую очередь. Есть возможность блестящих режиссеров пригласить. Им нравится труппа. Но далеко не все можно поставить технически. Не все получается то, что задумывает действительно режиссер. И стараемся как-то вот выходить из той ситуации. И по оборудованию докупаем частично какие-то элементы. И не опускаем, естественно, ниже планки то, что в оформлении. Это вот если декорация это 100%, костюм это 100%, как задумает режиссер и как задумает художник. На этом мы не экономим. И поэтому, приезжая в другие города, часто отмечают сценическую культуру нашего театра. Многие ее утеряли, театры. Мы же начинать вот если с мелочей, да, укажем в спектакле свой половик, свое покрытие. Я как раз хотела сказать, что вот бедность именно в театре, ее же очень видно. Когда люди ходят в театр часто, невольно понимая, что вот единый гардероб, так называемый капсульный, на все костюмы, на все спектакли. Я не могу вас не спросить, времени осталось не очень много, но ведь, коль скоро театр носит имя Горького, как именно вы планируете вот день в день, что вы предлагаете тем, что будет у вас? Именно в дни, которые посвящены с 28 марта, мы подготовили такую программу, уже разработали афишу. Три вечера с Максимом Горьким. Куда войдут наши спектакли, которые мы имеем в репертуаре? Это Васса, это Мещане и спектакль последний, уже лауреат Золотого Витязя на дне. Но открою уже как бы карты, потому что на 100% уже сложилось отношение и с драматургом, и с режиссером, и с актерами. Ко мне пришли актеры Олег Шапков с Ольгой Береговой. Борис Петрович, мы хотим самостоятельно, вот Нина Прибудковская написала пьесу «Переписка Горького», и сговорились с режиссером, сейчас они этот материал готовят. Я думаю, что премьера этого спектакля, но не в стенах театра, а в литературном музее Горького, уже тоже договоренность есть с руководством музея, что там мы выпускаем этот спектакль, и скорее всего он будет там и жить, этот спектакль, потому что он очень камерный. Вот на тех полутонах мужчины и женщины, как бы вот эта переписка... Ну то есть ситуация требующая малой сцены? Абсолютно. К сожалению, вот мы ей не располагаем, жалко, что у нас нет малой сцены, но есть площадки, на которых действительно можно это воплотить, и мы уже говорили с режиссером, чтобы это транспортабельный такой был спектакль, в любое место можно было его перевести, на любой фестиваль, на любую площадку в городе, если она действительно подходит для этого спектакля. И я думаю, что это случится, и случится именно в дни празднования Алексея Максимовича Горького юбилея. А, кстати, знаете, о чем вспомнил? Ведь у вас был такой любопытный эксперимент, когда тоже довольно камерный спектакль был в рамках буквально вот одной сцены, зрители на сцене сидели. Не пытались больше... Ну, я понимаю, что, Наташа, сейчас отдавать выходной день, это получается, что я должен коллектив вызвать свой выходной день, двойная оплата труда происходит, да, а те затраты и тот, как бы, какой-то приработок в театре, это все, это уходишь в нули. Понимаешь, то есть он... Или найти мецената хорошего, чтобы он содержал этот спектакль, не в убыток, как бы, работать на этом спектакле. Я понимаю, что театр этот прежде всего для зрителя. Но, тем не менее, экономический вопрос, тем более сейчас, вот он все больше и больше. Тогда я вам... Ваш день рождения, все-таки, на самом деле, все равно юбилей, потому что 220, это, ну, цифра очень серьезная. Я, кроме здоровья, счастья и благосостояния, желаю, чтобы среди тысяч ваших зрителей нашелся небольшой процент не просто попечителей, а действительно меценатов, тайных, явных, не знаю. Дай бог, вот, чтобы это чудо случилось. Спасибо. 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 Спасибо.